Привет, я Оксана, и сегодня я обсудила тему в посте о талантливых неудачниках. Мне бы хотелось записать видео по этому поводу, потому что там я задала очень много вопросов, но совершенно не дала никаких ответов. Я расскажу немножко про свой путь и расскажу, как я это вижу со стороны, почему ко мне обращаются люди и как я могу им помочь. Поняла, что творческий человек, и, наверное, ещё лет в шесть, когда сочинила первое своё восьмистише или шестнадцатистише. Это был забавный юмористический стих, которым я хотела поделиться с мамой, но мама как-то не отреагировала на моё творчество, поэтому я всегда писала в стол, никогда никому не показывала, и только однажды я встретила художника, который решил взять мои стихи и создать небольшой сборник. Я становилась чуть старше и понимала, что я люблю не просто сочинять, я люблю ещё и петь. Я люблю сочинять стихи и их петь. То есть в какой-то момент мне казалось, что я должна быть знаменитой певицей, я представляла себе огромные стадионы, рукоплескающие мне. И, наверное, это всё было от того, что в моём детстве не было никаких гаджетов, и мне казалось, что это очень сложный, трудный процесс, и что, возможно, эта мечта останется только мечтой. Конечно, я делала попытки как-то развиваться, я нашла группу, в которой пела какое-то время, потом мне пришлось переехать, и я поступала несколько раз в музыкальный колледж, но не имея образования базового. Они меня на бесплатную основу не брали, только на платную, а материальный я не вывозила. Я искала много разных способов, мне помогали, приходили музыканты, записывали со мной какие-то небольшие фиты, если можно так назвать. То есть я делала что-то для того, чтобы не прекращать заниматься музыкой. И когда я начала изучать эзотерику, у меня было очень много вопросов относительно моей судьбы и дальнейшего развития творчества. Это было странно, потому что Вселенная же говорит о том, что всё должно даваться просто и легко, то есть, по идее, всё, что я хотела, о чём мечтала, должно было мне уже даться. То есть я уже должна была петь на какой-то большой сцене и так далее. И осознание того, что я делаю что-то не так, что-то неправильно, но вроде как делаю, пришло ко мне не сразу. Когда я уже совсем отчаялась, когда я пошла в совершенно другую сферу, отличную от сферы творчества, когда я пошла в рекламу, когда я начала учиться на психолога, мне стали понятны некоторые вещи, которые мне не были понятны ранее. И успех — это совокупность и творчества, и трудолюбия, и постоянные работы. Это не какая-то единица удачи, это тоже плюс ко всему удача, но в основном это тяжёлый труд, и вера в то, что ты делаешь, и делать это несмотря ни на что. Никогда не бросать и быть убеждённой в том, что у тебя в любом случае ждёт успех. В какой-то момент я поняла, что либо я не туда стремлюсь, это не мой путь, либо я делаю что-то не так, потому что вся Вселенная, скажем так, Бог в что-то высшие какие-то силы говорят мне, что не идёт ни туда, ни то, ты делаешь не так, у тебя не получается, и всё такое. Я просто отчаялась, впала в жуткую депрессию на много лет, и, честно говоря, я не знала, куда мне дальше идти, потому что я себя могу ассоциировать только с музыкой. То есть всё, что я делаю помимо музыки, помимо написания текстов, помимо пения, это всё просто совокупность моей жизни. Но основная — это музыка и возможность петь. И после нескольких лет депрессии я приняла решение, что я буду заниматься музыкой, я буду заново вспоминать, как писать тексты, как сочинять стихи, но уже, знаете, сердце немного окаменело, не было того восторга от работы, и не было того прям сердцебиения, подкашивающихся коленок, эмоций, коленок эмоций, потому что мне перестало это легко даваться. То есть то время, которое я потратила на изучение себя, на понимание, кто я есть в этой жизни, что мне надо делать и так далее, из-за этого я растеряла часть таланта. Я перестала так же легко и с удовольствием писать. И вот когда я начала изучать психологию, на каком-то втором или третьем курсе я заинтересовалась рекламой, у нас был предмет «Психология рекламы», и после этого предмета меня засосало в маркетинг очень-очень сильно. И тогда я поняла, что не всегда то, что ты делаешь, нужно людям. Это во-первых. А во-вторых, как нужно кричать через этот обширный информационный шум, чтобы тебя услышали. Я считаю, что на каждого творческого человека всегда найдётся зритель. Но чтобы найти своего зрителя, нужно прорекламироваться на огромном количестве площадок, чтобы тебя увидели те люди, которые действительно тебя полюбят. Кто бы что ни говорил, но качество тоже играет роль. Иногда в любой сфере деятельности, будь вы самым лучшим профессионалом, кондитером, например, всегда есть человек, который занимается не тортами, а продажей тортов. И творческие люди не умеют себя продвигать в большинстве случаев. И когда я пошла на маркетинг, я поняла, ага, видимо, эта сфера деятельности поможет мне продвинуть себя. И так как финансов было немного, я начала изучать все бесплатные методы продвижения. Грубо говоря, я взяла этот маркетинг и вытрясла всю бесплатную информацию, всё бесплатное нутро, которое в дальнейшем начало помогать мне вести свой блог и продолжать заниматься творчеством. Я не совсем правильно выразилась, я имела в виду, я вытрясла всю информацию и узнала все способы бесплатного продвижения, потому что на тот момент совершенно не было денег на какое-либо продвижение. Просто давайте представим себе такую ситуацию. Вот вы, допустим, продюсер, человек, у которого есть какая-то небольшая сумма денег, который ищет себе талантливого подопечного, да, к примеру, который сможет принести ему ещё больше денег. То есть он вложит какие-то определённые деньги, чтобы получить прибыль с этого, да. И так как вы тот самый продюсер, вы смотрите в первую очередь на талант, вы готовы вложить, допустим, в видеооператоров, там, в клипмейкеров, в имидж, там, не знаю, в спортивный зал, если человек полный, готовы вложиться в обучающие какие-нибудь уроки по вокалу. То есть вы видите талант, он очевиден. Вы просто вкладываете деньги и раскручиваете его, чтобы получить больше денег. Ваша основная задача, как продюсер, просто монетизировать талант этого человека. Получается, что вы берёте себе подопечного, который там в 99% принесёт вам прибыль. Но есть люди, у которых неочевидный талант. Люди, которые не выставляют видео или не выставляют фотографии. То есть люди, которые могут там на 100%, а выкладываются на 10%, потому что они сейчас никому не интересны, они не знают, для кого они выкладываются, они не знают, для кого публиковать. То есть их никто не смотрит, не слушает. Признания нет. А талантливые люди в большинстве ствума, они тщеславны, они хотят признания, они хотят, чтобы их слушали, боготворили и так далее. Это правильно, так должно быть. У творческого человека должна быть внутри вот это вот тщеславие, эгоизм, потому что на этом строится какая-то его карьера и психологический его тип. То есть это абсолютно нормально. Вот мы подходим к реальной статистике. Вот вы творческий человек, вы, возможно, хорошо поёте или не так хорошо, как Уитни Хьюстон пела или Марая Керри. Вы, допустим, сочиняете песни, но недостаточно хорошо, как делает это, например, Баста. Вы публикуете свои видео под гитару или показываете свои рисунки, но не можете найти себе ни одного там зрителя или у вас есть очень маленький круг, потому что вы делаете что-то недостаточно. То есть как нужно вылезти из кожи вон и на сколько процентов вам нужно выложиться, чтобы вас действительно заметил человек, который сможет вас продать и монетизировать. И это только в случае, если вы сами не можете себя продвигать. Как я уже говорила, большая часть творческих людей не умеют себя продвигать. Знаете, нужно создать какой-то очень крутой трек, который будут слушать все, и тогда удача будет на вашей стороне, люди начнут на вас подписываться, ждать от вас ещё одних треков и так далее. Но сколько музыкантов, миллионов музыкантов, которые написали там один-два трека и исчезли навсегда. Слава ведь, она непостоянная, капризная. И почему такие люди, как Моргенштерн, например, сейчас на пике популярности. Вспомните, что раньше делал Моргенштерн. Чем он занимался, какой блок он вёл и каким образом он понял, что он будет на пике. Он тогда ещё знал, что всё, что он делает, приведёт его к успеху. Вот в любой сфере деятельности, в любой профессиональной сфере деятельности, даже если это касается творчества, художников, дизайнеров, певцов, текстовиков. Всё говорит о том, что если вы не будете в тренде, то вероятность того, что вы быстро продвинетесь, она очень маленькая вероятность. Вы можете быть первооткрывателем, создать что-то такое, чего нет ни у кого. Но как это объяснить людям, как это объяснить толпе, как это объяснить миллионам, что у вас действительно ценный продукт, что вы делаете, это действительно искусство, что это достойно того, чтобы его послушать, это достойно того, чтобы оно получило признание. Как это просто можно доказать? Скорее всего, вы не сможете ответить на этот вопрос, потому что если вы творческий человек, вами движут ваши желания. Это хорошо. Вы должны желать славы, вы должны желать денег. Это двигатели к вашему успеху. Но что же делать, если на данный момент вы никак не можете продвинуться? Осознание этого пришло ко мне на каком-то втором или третьем курсе психологии, когда я начала изучать маркетинг, управление толпой и всякие рекламные кампании, возможность влияния психологии на толпу, на продажи и так далее. тогда я осознала один важный момент. Всякие рекламные кампании, возможность влияния психологии на толпу, на продажи и так далее. Тогда я осознала один важный момент, который вот и хочу сейчас рассказать. Который вот и хочу сейчас рассказать. Но вот смотрите, если вы не можете досмотреть это видео до конца, хотя я говорю о таких вещах, которые, возможно, поменяют ваше отношение к творчеству и к заработку, то о каком продвижении вообще может идти речь? Если продвижение, если успех — это не один шаг, это года, а иногда десятилетия, и очень бы хотелось быстро продвинуться. И мне тоже, я каждый день об этом думаю. Но есть ряд факторов, которые нужно понимать и знать. В общем, факт номер один. А вас не знают, как я уже говорила, потому что вы не можете пробиться сквозь информационный шум. Вам нужна огромная аудитория. А если у вас еще какой-то ограниченный такой талант, типа не для всех, то значит вам нужна еще больше аудитория. Только на данный момент вся эта аудитория в основном платная, и это очень дорого стоит. Если у вас есть недюжий талант, но большие финансы, как это у Ольги Бузовой есть, даже если вы не умеете петь, но всегда об этом мечтали, вы будете петь, как Ольга Бузова. И если вас устраивает этот вариант, то желаю вам удачи. Факт номер два. Вам не хватает профессионализма. Если вы поете или пишете стихи, занимаетесь ли вы картинами, дизайном и так далее, вы должны быть профессионалом в своем деле, как бы это глупо ни звучало. Я знаю, что не пою, как Тина Тернер, но я занимаюсь вокалом и собираюсь дальше заниматься им. Если вы пишете стихи, вам нужно пойти или хотя бы самостоятельно изучить рифмовки, стили, прочитать очень много литературы, великих поэтов. То есть нужно прийти к тому, как такой же человек, как вы, стал профессионалом. И также идти не по его стопам, своей дорогой, но держать путь на профессионализм. Знаете эту историю, когда два человека, один с недюжим талантом, а второй очень талантливый, в школе имели разные позиции социальные. Тот талантливый парень, который прекрасно пел, выступал на всех школьных утренниках и так далее, пользовался славой девочек, ему всё это доставалось легко, а второй парень очень хотел петь, но не обладал дюжим талантом. И вот тот самый талантливый неудачник, которого всегда сопровождал ореол таланта, в какой-то момент перестал интересоваться своим, допустим, вокалом или музыкой. А второй парень продул трудолюбиво идти к своей цели, и через какое-то время талантливый неудачник остался неудачником. А не такой талантливый парень обогнал его на тысячу миллионов километров вперёд. Сейчас мы с вами занимаемся коучингом. Я вас мотивирую, понимаете, это очень дорого стоит. И третий факт именно про это. Когда у вас есть поддержка, когда у вас есть люди, которые вам помогают, хотя бы подталкивают вас, как-то поддерживают вас, люди, которые вдохновлены вами, люди, которые могут подать там, да просто словом сказать, что продолжай делать, у тебя всё получится, ты справишься, это очень дорогого стоит. Почему приходят на коучинг? Почему приходят люди, которые уже разочаровались во всём? Потому что у людей, у многих тупо нету поддержки. Вот эти вот детские страхи, комплексы и внушения, там, стихами не заработаешь, ты там будешь бедным художником и так далее. Кажется, сейчас это смешным, типа на дворе 21 век, но по факту это настолько укоренилось в нашей голове, что иногда на коучинге мне приходится это выбивать. Четвёртый факт. Вы должны хотя бы иметь минимальные знания в продвижении. И это я поняла, когда сама была в ступоре, когда я не знала, куда мне дальше двигаться, я не умела себя продвигать. И когда я начала изучать маркетинг, основы, базы, понятное дело, что я больше наточена на какие-то коммерческие проекты, на малый бизнес, на построение каких-то бизнес-процессов, но любое, любое, любая возможность продвинуть себя бесплатно и знания, это очень дорогого стоит. Вот мы и подходим к завершению моего видео. Я не ответила прямо на все вопросы, но постаралась зацепить большую часть. Дать людям, что они хотят, писать такие мелодии, как Моргенштерн, например, или другие популярные там певцы, композиторы. Находиться с ними на волне, быстро продвинуться, быть в тренде, не думать, что вы такой уникальный, что мир под вас подстроится, что не вы должны подстроиться под мир. Либо быть настолько амбициозным, чтобы всю жизнь бороться с миром, вместо того, чтобы плыть по течению успеха и удачи. Это выбор только за вами, какой путь вы хотите. И если вы до сих пор не разочаровались в творчестве, готовы ли вы начать по-другому, возможно, по-другому на себя посмотреть. В последок я хочу рассказать небольшую историю, не будем говорить имена. Я думаю, про кого я буду рассказывать. И так поймёт. А может, не поймёт, слава богу. Я пришла к музыкальному продюсеру, как я уже писала в одном из постов ранее, и показала трек своего знакомого, который очень хочет быть знаменитым, который безумно, да, прям горит музыкой, но уже много-много лет, десятилетий, у него ничего не получается. И с вопросом, как ты думаешь, я задала вопрос музыкальному продюсеру, послушать его новый там бит, как ты думаешь, чего здесь не хватает. А музыкальный продюсер в совершенстве знает все инструменты, мелодии, трек. То есть этот человек профессионал своего рода. В какой-то момент, как я уже писала, мне стало неловко, потому что я почувствовала абсурдность всей ситуации. Музыка, которую слушал музыкальный продюсер, была не то, что некачественная, она была даже не идейная, там даже не было таланта. Было ощущение, что человек только нащупывает какую-то музыкальную стезю. То есть, как потом я разговорила все-таки продюсеру, он мне сказал, что те инструменты, те биты, то, что использует битмейкер, это даже не 90-е года. Это настолько устарело, что это не может быть просто популярным. Возможно, не всем понятна будет эта история, но, думаю, для некоторых будет открытием. То, что я показала, было даже не сырое. Это было неродившееся даже. Это было устаревшее, неинтересное, бесталантное, ненужное. Но из-за того, что я видела, с каким усердием битмейкер пытается что-то сделать крутое, он старается днём и ночью, он работает. Усердие я попробовала показать и хотела услышать хоть что-то, но я не смогла вытянуть ничего, потому что я в какой-то момент поняла, что это даже невозможно оценить. То есть, мне неприятно об этом говорить, но это так. Вы, наверное, знаете, что я тоже обладаю большим усердием, что я трудолюбивый человек, человек, который много работает, трудится и гонится, наверное, за достатком и успехом, но не всегда погоня — это то, что вам нужно. Иногда должен появиться человек, который перемешает кашу в вашей голове, объяснит вам, что вы двигаетесь не в том направлении. Вы вроде двигаетесь к своей мечте, но делаете это неправильно. Для вас мир — это война, а должна быть любовь. Вы делаете что-то с агрессией, злостью, ненавистью, но не любовью, что вы просто упрямый осёл, а не творческий человек. И до меня однажды это дошло. Вот послушайте внимательно эту фразу. Я всё равно добьюсь успеха. Я всё равно буду популярной, знаменитой и так далее. Это очень опрометчиво. Это как будто я сама себя убеждаю в этом. Но наша жизнь — это не сложности. Это возможность дойти умом и разумом до того, что даже самую сложную ситуацию можно упростить. В жизни всё просто и легко. Но когда вы бьётесь головой об стену, вы не понимаете, что вы делаете не так. Иногда нужен человек, который просто возьмёт вас за голову вот так вот и развернёт хотя бы в другую сторону, чем занимается собственный коуч. И, возможно, сейчас вы наконец-то поймёте какую-нибудь идею. Вот вам несколько идей. Найдите профессионала в своей области. Посмотрите, как он работает. Посмотрите на его успех. Посмотрите, какой он путь прошёл. Не надо быть эгоистом, эгоцентристом, потому что вам кажется, что ваш путь уникален. Не всегда уникальность — это хорошо. Не всегда уникальность — это то, что даст вам большой успех. Я знаю, что вы родились и думаете, что вы Иисус, человек, который создаст новую религию, поведёт за собой людей. Но иногда это нужно сделать не потом и кровью. Иногда это нужно сделать через любовь. Через любовь к тому, что вы делаете. Через поддержку и помощь других людей. Через понятие каких-то совершенно простых и банальных процессов. Коммуникабельность — знание минимальных основ маркетинга, чтобы себя продвигать. Постоянное улучшение своих навыков, стремление к профессионализму и стремление к монетизации своего таланта. Это очень важно. Да, не отчаиваться, но перестать упрямиться. Да, идти вперёд, но иногда останавливается слушать сердце, если что-то не получается, не биться головой об стену. Помогать другим людям. Окружить себя людьми, которые примерно в вашей сфере, сотрудничать с ними. Окружить себя музыкой, если вы музыкант. Художниками, если вы художник. Окружить себя обстановкой, которая будет помогать вам стремиться вперёд. И наметить себе успех. Наметить, посмотреть чужую биографию. За сколько времени ваш любимый певец, художник, творческий человек, на которого вы бы хотели равняться, за сколько времени он стал профессионалом? И какой был его путь к успеху? Возьмите его биографию и впишите ваше имя. Посмотрите, что вам нужно сделать. Чему вам нужно научиться? Куда вам нужно стремиться? С кем вам нужно пообщаться? На самом деле успех — это просто. Ну, сказать тоже просто. Я знаю, что это не совсем просто. Но это не так тяжело, как мы привыкли думать. Мы думаем, что заработать денег тяжело. Не знаю. Создать рекламное объявление, продать что-то немного дороже — вот вам деньги. Мы намеренно вставляем себе палки в колёса. Мы не хотим видеть лёгкие пути. Знаете почему? Потому что мы либо не готовы, либо мы не оценим наш успех, если он будет лёгким.